Вступительная кампания 2020 войдет в историю как кампания нововведений, большинство из которых продиктованы эпидемической ситуацией. Даже сроки подачи документов были достаточно ограниченными. Заявления, сертификаты и справки от абитуриентов принимали всего неделю. Во многом и это определило то, что абитуриенты Пушкинского университета проявили свою активность уже в первые дни вступительной кампании. Как итог, 1078 молодых людей стали первокурсниками. Очень высоко можно оценить наш новый студенческий контингент. По сравнению с прошлым годом у нас существенно на некоторые специальности повысились проходные баллы. Так, например, на специальности факультета иностранных языков у нас проходной балл 318, 314, 281 на платное. Что, конечно, говорит об очень высоком уровне подготовки нынешних студентов первого курса. Проходные баллы в университет в этом году выросли. На отдельные специальности существенно. Особой популярностью пользовались профессии психологического профиля, спортивные направления, иностранные языки. Это специальности современные иностранные языки, английский, немецкий, немецкий, английский со специализацией компьютерная лингвистика. Традиционно высокий уровень конкурсной ситуации демонстрирует специальность психология, практическая психология, высокий конкурс на специальность логопедия, высокий конкурс на специальность физическая культура, как на дневном, так и на заочном обучении. Брестский государственный технический университет также успешно прошел вступительную кампанию. Желающих стать студентами технического вуза было достаточно. На отдельной профессии, в частности экономического профиля, конкурс доходил до шести человек на место. Популярностью традиционно пользовались специальности, связанные с компьютерными технологиями, а также с недвижимостью. По одной специальности набор был возобновлен. На 1324 места у нас было подано 1490 заявок. Конкурс состоялся практически по всем специальностям. Что могу сказать? Особенностью этого года является тот факт, что самые высокие проходные баллы были на очном обучении. Это специальность электронный маркетинг, на заочном это автосервис и на заочном сокращенном промышленной электроникой. Пользуется спросом, как всегда, факультет электронных информационных систем. И в этом году вырос спрос на специальности строительного профиля. Выросли как проходные баллы, так и конкурсы на специальности. В этом году мы не набирали абитуриентов на вечернее обучение. Это связано с тем, что в том году спрос был сильно понижен, ввиду того, что отсрочка от армии уже не предоставлялась. И многие абитуриенты скептически отнеслись к этой форме обучения. Поэтому в этом году набор на вечернюю форму не осуществлялся. А мы набирали традиционно на очную, заочную полную, заочную сокращенную. Пандемия коронавируса стала поводом для того, чтобы частично наладить удаленную работу. Так у каждого абитуриента появился личный электронный кабинет, посредством которого можно было подавать некоторые документы. Нововведение успешно себя зарекомендовало, поэтому будет применяться и дальше. Мы применяли эту новую технологию, разрабатывали силами наших сотрудников. Применяли, конечно, были опасения. Вы понимаете, что приемная компания очень серьезный такой процесс, где не должно быть сбоев и не должно быть никаких ошибок и замечаний. К слову, к счастью, мы справились с этим. Эта форма показала свою высокую эффективность. Мы и дальше будем ее применять. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.